Девушки отдыхают... Игра состоит в том, чтобы передергивать, кропить карты, подтасовывать и подсматривать в карты партнеров. Для нас это просто работа. А профессионалов от любителей отличает владение искусством иллюзии, владение магией и психологией игрока. Филадельфия, 1971 год. Мы будем в карты играть, или как? Никому не двигаться! Руки вверх! Что ты прячешь? Подними руки вверх! Что это? А ну, давай портфель! Ребята, вы знаете, кто крышует этот салон? Давай сюда деньги! А ну-ка, подними руки! Поднимай, быстро! Ладно. Этот прием называется просто жульничество. Ах ты, говнюк, чертовобленок! Производство РКО Питчерс. Совместно с Мэри Гриффин Энтертеймент представляет. Стюарт Таунсенд, Габриэл Бирн, Тэнди Ньютон, Джейми Фокс, Мелани Гриффит, и Сильвестр Сталлоне в фильме «Ловкие руки». Полный бак. Да, мэри. Где у вас толь? Вон там. Спасибо. В фильме также снимались. Хэлла Холбрук, Роджер Смит, Боа Хопкинс, Дайна Мэрил и другие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт! Что-то случилось? Я сняла кольцо, когда мыла руки, вот уронила его. Ну, где ты здесь. Проклятие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Майк, окажешь мне любезность. Конечно. Я очень опаздываю. Найдешь меня вот по этому телефону. Композитор Кристофер Йонг. Оно очень дорогое. Тому, кто найдет его, я заплачу тысячу долларов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, ты! Оператор Тони Ричмонд. Я дам тебе сто долларов. Кольцо стоит больше сотни долларов. Не задерживай меня. Сколько ты за него хочешь? Продюсеры Тед Хартли. Приветик. Поехали. Мэри Гриффин. Дэвид Шнепп и Кристофер Хэмонд. Автор сценария и режиссер Дэмьен Ниман. Голливуд. В настоящее время. Чарли, возьми деньги, поиграй для меня. Прибавлю тебе 50%. Чарли, 10 на Морриса. Ван Моррисон, жди, барыш. Привет, Чарли. Привет. Привет. Деночки, привет. Привет. Эй, вам тут не спальня. Привет, Чарли. Рад тебя видеть. Привет, Чарли. Пару, как дела? Привет, Чарли. Отлично выглядишь. Валет Триф. Девять червей. Восемь пик. Ставлю все. Отвечаю. Ставки сделаны, господа. Открывайтесь. Три девятки, два короля. Открывайте. Ну, ты, брат, попал. Три короля. Детка, ты на десятку, но мне нужна девятка. Девять, Буби. Четыре девятки. Вот эта игра. Отлично. Да, мы сделали это. Отлично. Ларри. Привет. Как игра? Держу свое, забираю чужую. Умница. А ты что, сомневалась? Миллер пришел. Кто такой? Миллер. Я про него тебе рассказывала. Чарли. Привет. О том поговорим. Лэри. Это Чарли Миллер. Чарли. Это сам Дженнингс. Лэри Дженнингс. Рад познакомиться. Круто был парнем в картинке. О, да. Немного. Тиффани говорит, ты тоже не промах. Помаленьку. Ну, да. Конечно. Принести вам выпить? Я бы освежился. Ладно. Чарли, как всегда, виски со льдом? С ведерком. Сейчас принесу. Так что, Лэри, ты уже знаешь? Я знаю, что вы с напарниками пригрели теплое местечко. И регулярно стрижете с лохов по клочку. Да, мы долго их прикармливали, но теперь уже пошла отдача. 10-20 штук за игру. 10-20 штук? Неплохо. Стригли бы больше, будь у нас третий игрок. Мы бы их выпотрошили. Вы неплохо зарабатываете. За что мне такое счастье? Ясно, как день ты можешь хорошо играть. Тиффани говорит, ты профи, так что... Джордан, два виски. Угостись коктейльчиком? Тогда могу угостить с собой. Оригинально. Нет, не стой. Я Джефф. Отвали, Джефф. Куда ты пошла? Боже мой. Оставь меня в покое, Джефф. Или я засуну свой каблук тебе в глотку. Соблазнительная забава. Неужели? Тогда стой тут и фантазируй об этом, Джефф. А я пойду. 10-20 тысяч? В легкую. И мы играем по маленькой. Считай, что заинтересовал. Тебе нужно будет собрать 15-20 тысяч. Какие тысячи? Хочешь, чтобы я дал тебе деньги? Ты что, мне развести хочешь? Мы все делаем ставки. Игра идет на наличные. Тебе нужны деньги на игру. Я думала, ты заинтересуешься. Чарли специально ради тебя приехал. Может быть, он просто не готов. Я знаю, что Чарли специально приехал. Деньги не проблема. Дело в том, что я не знаю его, он не знает меня. И я не хочу казаться, в конце концов, кинутым лопом. Черт возьми, это мы дадим тебе деньги. Никто тебя не кидает. Это отличная возможность, Лэри. Ладно. Придется раскошелиться. Фарень. Все, сосчитал? Не густо. Столько есть. Что за парень этот, Миллер? Он честный? Я знаю Чарли очень давно. И могу сказать, если он говорит, что дело стоящее, так всегда и бывает. Я съезжу с ним, прощупываю, что он за птицей, и позвоню тебе. Ладно, договорились? Ты меня уже бросаешь. Я не хочу тебя бросать, но приходится. Мысленно я всегда с тобой. Всегда. Поиграем как-нибудь? Сыграю обязательно. С тобой обязательно. Где гарантия, что дело выгорит? Карты, штука капризная, могут сыграть злых шуток. Как мы подстрахуемся? Госпожа, удача подруга коварная, но, к счастью, парень, с которым я тебя познакомлю, мой партнер, он... Знаешь, что такое ловкость рук? Лас-Вегас, штат Невада. Субтитры подруга коварная, Мисс, все в порядке? Да. Сэр, как вы? Нормально. Не считая спущенных 20 штук, все просто отлично. Можно поднять ставки на этом столе? Хотя бы до пяти тысяч. И я должен позвонить. Все в порядке? Можно поднять. Отлично, спасибо. Молодцы, девочки. 80 штук за полчаса работы? Не дурно. Еще бы. Твоя доля. Точно не хочешь перебраться в Рино? Точно. Джеки всегда сможет меня отмазать. Удачи в Рино. Хочешь что-нибудь? Кто? Я? Я хочу еще пиво. Нет, не ты. Я вернусь в город позже. Да, пока. Лерри, это Вернон. Вернон, Лерри, садись, Лерри. Хочешь выпить? Можно. Это парень, про которого говорила Тиффани. Она сказала, что ты крутой игрок. Так и сказала. Играю понемножку. Не слушай его, он просто гений. Я сам видел, как он нагрел парня на 10 штук. Просто повезло. Миллер говорит, что ты просто Копперфельд с картами. Да, с колодой управляюсь. У нас что, вечер скромности? Покажи ему что-нибудь. Я говорил, что он профи. Настоящий артист. Слушай, как обстоит дело. Нам нужен третий игрок, чтобы сорвать большой нож. Если один и тот же игрок все время выигрывает, это вызывает подозрения. Это большая игра. По-крупному. Люди охотятся за такой игрой всю жизнь. Нужно будет играть очень осторожно. Нам нужны лучшие из лучших. И что вы хотите от меня? Ты будешь играть честно почти всю игру, кроме кона на моей сдаче. Нравится фишка? Черт бы тебя побрал в Копперфельд, хренов. Еще как нравится. Многие умеют сдавать из-под колоды, но я умею делать это после перетасовки, снятия верха, после чего угодно. Не волнуйся, ты будешь выигрывать каждый раз. Ну так что, с нами? Еще бы. Вот 5-10 штук, плюс твои 15, это 25. Достаточно, чтобы играть. Но только ты будешь делать большие ставки. Именно ты будешь срывать для нас весь куш. Идет? Да, это я. Хорошо. Там и встретимся. Пока. Похоже, ты осталась совсем одна, детка. Да, повезло. С кем трепалась? Не твое дело с кем. Ты серьезно запал на мой намек про саду Маза? Саду Маза? Или просто малым языком, надеясь, потрахаться? Я серьезно запал, детка. О, да. Ладно, посмотрим. Пошли, Джефф. Ты исчез как призрак после игры уроса. Мне нужно было лечь на время на дно. Вот как? И плевать, что мы с Тиффани за тебя обеспокоились. Мы думали, у тебя проблемы, и ты подался в бега. Не очень хорошо с твоей стороны. Мне не понравился Атлантик-Сити. Как там, Тиффани? Отлично. Как всегда. Она великолепная девушка. А какой у нас будет пароль? Что? Ну, если кто-нибудь захочет прекратить игру. Как насчет... Яблоко. Если кто-то из нас не захочет продолжать, нужно просто сказать яблоко. Конечно, как скажешь. На колени, ублюдок. Кто разрешил тебе здесь ходить? Да. Что, да? Да, госпожа. Я научу тебя меня уважать. Хочешь поцеловать мои ноги, да? Да. Да, госпожа. Так-то лучше. Начинай с левой ноги. Слева, идиот. Да, госпожа. Простите. Я не разрешала слюнявить меня губами. Встань. Раздевайся. Да, госпожа. Мне придется помучить тебя, раб. Мучьте меня, госпожа. Мучьте. Как тебя мучить, Джефф? Сурово. Эй, Фонни, привет. Тед, как дела? Отлично, Тедди, как дети? Нормально, спасибо. Не ожидал твоего звонка, а не знал, что ты еще занимаешься этим. Срочно понадобились деньги. Завтра тоже поработаешь на нас? Я не могу, я завтра уезжаю. Яблоко. Что ты сказал? Яблоко. Яблоко. Ну что, достаточно сурово, малыш? Яблоко. Спасибо за донорскую почку, Джефф. Яблоко. Так что насчет игры? Он согласен? Не забивай голову. Ты включишься за столом. Эй! Дьявол пожаловал. Лейтенант Скарн. Чертов легавый. Ну, заходи. Я слышал, что ты вернулся в город, но... Знаешь, что мне обидно? Ты даже не позвонил мне. Наверное, вылетела из головы. Какого черта тебе нужно, Скарн? Какого черта мне нужно? Мы давно не работали, так что приходи через пару недель. Посмотрим, может, чего и подкинем. А пока ничего нет. Ладно, знаешь что... Давай, ты подкинешь мне, что нужно в четверг. Скарн. Скарн, это совершенно лишнее. Да. Видишь ли? Ты вынуждаешь меня это делать. У нас, правда, нет ничего. Дерьмо собачий. Если бы у вас ничего не было, ты бы сюда не вернулся. Никогда бы не вернулся, он правду говорит. Когда мне понадобится твое мнение, я тебе сообщу, кретин. Я сейчас на миле. Всего 500 завалялось. Боже мой, ты не врал, надо же. Мы сейчас на безрыбье, я же сказал. Ну ладно, так и быть. Но помните, ребята, я жду свою долю. И я получу ее, чего бы мне это ни стоило. Мой тебе совет, Скарн. Занимайся вымогательством, а крутые дела доверь профессионалам. Профи. Субтитры сделал DimaTorzok. Миссис Диаконис, ваши гости приехали. Диди. Чарли. Рад тебя видеть. Отлично выглядишь. Я тоже рада тебя видеть. Это мистер Дженнингс, Диди. Он будет с нами играть. Мистер Дженнингс. Любой друг Чарли – желанный гость за нашим скромным карточным столом. Спасибо. Ну что ж, идемте. Кажется, все в сборе. Вы все знаете мистера Чарли Миллера. А это мистер Дженнингс, который присоединится к нам. Прошу вас, садитесь вот здесь, мистер Дженнингс. Спасибо. Это мистер Эндрюс, мистер Оз, мистер Лейпциг, Чарли, вы знаете, доктор Дейли и мистер Вернон. Рад знакомству. Зови меня Лэри. Мистер Дженнингс, мы играем в обычный покер. Дилер объявляет козырь. Лимита нет. И, разумеется, я беру маленький процент за гостеприимство. Разумеется. Приятной вам игры и желаю удачи. Спасибо. Старшая карта сдает. Всем удачи. У вас туз, вам сдавать. Одна мелочь, одна шваль, глянешь в карты, себя жаль. Балагур. Но вы, ковбои, что вы не мочите, не телитесь. Три туза. Я знаю, ты останешься с десяткой в кармане. В школах детям успела платить? Такой шикарный дом. Не мешало бы ставки поднять. Мы что, в покер играем или в лото? На кой черт я в такой костюм вырядился? Где же крутые бабки? Подбросьте уголька в топку. Давайте по-взрослому. Козырь пики. Знаете, я готов поддать жару. Можно подкинуть фишек? Можно? Давайте. Можно, да? Пятьсот долларов. Давайте посмотрим, у кого сколько бабок. Я пас. Да ладно. Для меня слишком. Я пас. Я играю. Наконец-то. Пас. Ну и ладно, котец. Мы с бородой сыграем без вас. Знаешь что? Знаешь, что я сделаю? Раз уж я начал игру, я подниму ставку. Вот двести. Забирай. Что забирать? Забирай. Ты что мне в голову морочишь? Я в стрип-баре больше просаживаю. Ты будешь учить меня в карты играть? Не собираюсь учить тебя. Ну так будешь брать фишки или как? Я хочу взять свои фишки, но я хотел упадеть ставки, чтобы взять больше. Можно что-нибудь выпить? Выпить? Что это, фишки? До рассвета хоть серьезно, деньги на этом столе появятся или нет? Что это за игра? Будем играть? Или как, дети будем? Играть. Что это, покер или что? Давайте двести долларов. Я пас. Я пас. Я тоже. Ты тоже пас? Я с тобой, брат. Играем черное. Твои две сотни плюс еще две. Это за Джесси, она за меня молится. Я выхожу. Отвечаю в черную, как наши задницы. И поднимаю на три штуки. За квартиру сказал заплатить. Давай, померимся. Со мной шлангами. Для меня это круто. Что за дерьмо? Обещали игру по-крупному. Говорили, все по-взрослому вылетает, что монополия, домино. Мы в домино играем, потому что никто ставок не делает. Вот дерьмо. Поверить не могу, что вляпался. Похоже, пора сделать перерыв, джентльмены. Отлично. Принесите мне детское шампанское. По-моему, он много болтает. Давайте прервемся. Я не люблю хамство. У нас культурный салон. Боджо вляпался. Прежде чем учить других играть в покер, научись себя вести. Я тебе бороду отрежу. Миллер, что за дерьмо? Пятихатки, шибать. Подняться на пару сотен? Заткнись, это не точная наука. Нужно выждать время. Какое время можно выждать? Я теряю время. Сам бы больше загреб. Успокойся. Нельзя влиять на ставки других игроков. Жди своего шанса. Все окупится. Я обещаю. Смотри. Я сдаю. Снимите колоду. Вино? Каньяк? Нам не нужно вино. Нам нужно играть. Давайте активнее. Давай. Готовы? Готовы, готовы. Так. Уже неплохо. Начнем с сотни. Сотни на двести больше. Триста, еще триста сверху. Уже шестьсот. Добавим до тысячи. Я пас. Сдулся. Так, твоя штука и штука сверху. Два косарика. Кто сверху? Ну, кто? Я пас. Хорошая фишка соперникам крышка. Тебе бы рэп петь. Две тысячи против меня. Дай-ка посмотрю карты. Я с тобой. Берите карты. Мне две. Две? Мне одну. Держи свою карту и одну карту дилеру. Кто что скажет? Еще две тысячи. Я пас. Что, братцы, спекся? Ладно, похоже, у нас тут двенадцать штук. Атмосфера накаляется. Накидываю еще пять сверху. Надеюсь, наличные у вас принимают? Конечно. Хорошо. Посмотрим, не блефуешь ли ты. Здесь восемьдесят две тысячи пятьсот долларов. Лимит ведь нет? Сукин сын тебя колет. Расколол. Минут, минут. Постойте, мистер Дженнингс. Мой кредит в силе? Конечно. Это еще что? Какого черта? Что за Американ-экспресс? Что за кредит? Если нет денег, ответьте, ты проиграл. У меня есть деньги. Нет, для себя. А у меня самолет. Вон Гарри. Мистер Дженнингс, уверяю вас, у него достаточно денег, и он всегда отдает долги. В этом салоне ему всегда открыт кредит. Да черт с вами. У меня было всего четыре подружки, но все на десять баллов. Похоже, всех твоих подружек трахнут мои ребята. Не может быть. Еще как может. Слушайте, эти деньги, которые я ставил, я не должен был ставить на самом деле? Нет, мисс, скажите, как вас там зовут? Это же... Возьми на такси. О чем ты думал, Лэри? Тебе же сказали играть, когда сдает Вердон, так? Да знаю, знаю. Почему ты полез на рожон? Потому что у меня было четыре десятки. Успокойся. Мы поквитаемся с этими ублюдками в следующий раз. Но ты должен слушать меня. Ты должен играть, как мы условились, Лэри. Иначе у нас будут сбои. Ты не понимаешь. Черт. Если ты на мели, я могу подкинуть тебе пару сотен. Парасотин меня не спасет. Ну, ты выступил. Играй по-крупному только на моей сдаче. Только так я могу контролировать расклад. То есть, подтасовывать. Оставь его в покое. Мы отыграем весь твой проигрыш за пару недель. Клянусь. У меня нет пары недель. Черт. Непонятно, что ли? Черт. Эй, Лэри. Оставьте меня. Тоже рада тебя видеть. Что это с ним? У него был очень прошивый вечер. Ты так шикарно выглядишь в этом платье. Ты готов? За твое здоровье, Шон. Я хотел бы, чтобы ты со мной выпил. Здесь подают отменные мартини. В Библии сказано, почитай мать отца своего. Я почитаю мистера Малини как отца, а он меня как сына. Мы уважали тебя. Но по правде сказать, ты нас разочаровал. Привет, Нейт. Привет, Марло. Хочешь есть? Нет, спасибо. Прости. У меня звонок. Марло, да? Информация? А кто это? Вот как. Хорошо, сделаю. Кто это? Повесили трубку. Не уважают. Как это можно? Нет, ты посмотри. Эта сучка танцует под мою песню. Я притащила эту песню в клуб. Я танцевала под нее полгода. А эта цирковая мартышка танцует под мою песню. Под мою песню. Под мою, понимаешь? Ты что, Columbia Records? Нет, я не Columbia Records. Тогда это не твоя песня. Да пошел ты. Не рано с утра прикладываешься. Какого черта вам надо? Мистер Малинь хочет с тобой потолковать. Прямо сейчас? Он не отличается терпением. Нейт, хочешь мороженое? А ты, Лэри, мороженое будешь? Я не против. Не против. Жарко сегодня. Мороженое в самый раз. Поехали на 5-й улице. Там есть клевое местечко. Отличные вафельные стаканчики. Говорят, ты хороший игрок. Ну, если говорят, наверное, так и есть. А как игра идет? То густо, то пусто. Как всегда. То густо, то пусто. Я в картах не силен. Скажи, а спустить 80 тонн баксов? Это что? Это пусто? Да, это... Черт. Это очень пусто. Это пусто, если бы я чужие 80 штук спустил. Я сказал, что это пусто. Если ты все уже знаешь, зачем идиотские вопросы? И ты всерьез подумал, что можно спустить 80 тонн Макса, и он не узнает об этом в этом городе? Я буду решать это дело с Максом. Как ты оказался таким кретином, Лэри? Меня свели с одними ребятами. Один лихо управлялся колодой. Они позвали меня на игру. Мы должны были выиграть, но мне выпала хорошая карта, и я взорвался. Я не должен был вставить и проиграл. Сам во всем виноват. А тебе не приходило в голову, что они разводили именно тебя, Лэри? Что твои якобы партнеры были профессиональными каталами и прокатили именно тебя? Нет, нет. Свои деньги они тоже потеряли. Итого 60. Теперь видишь там, Лэри? Здесь. Был буфет. Вот твоя полторашка. Сукин сын даже не поймет, как его развели. Искусная работа. Шампанское, коньяк. Напитки ставили в холодильник на его раздаче. Люблю эту работу. Мне нравится. Главное, что она хорошо оплачивается. А ты умеешь выбирать лохов. Для этого я с вами. Эта сучка была с ними заодно. Я обычно в такие авантюры не лезу. Всегда работаю сам. Они кинули меня. И через меня кинули Макса. Они всех кинули. Макс будет на меня смотреть, как на полного кретина. Но я же Макса не кидал. Макс мой друг. Вы знаете, я ничего не подозревал. Смотрю, мне крутая карта пришла, а потом... Раз, она уже не крутая. Вот сволочи. Но они молодцы. Молодцы. Глупо, что все так вышло, но я верну деньги. Я сам кидала. Но своих не кидаю. Понимаете? Мне нужно кое-что сделать. Я сейчас вернусь, подожди. Конечно. Этим ребятам это с рук не сойдет. Но я поверить не могу, что меня купила эта девка. Думаешь, Дженнингс захочет снова играть? Такая рыбка с крючка не соскальпировала. Я в этом не уверен. Почему нет? Дженнингс был сам не свой. Дело непростое. Он в раз спустил все свои сбережения. Разумеется, он был сам не свой. Нет. Тут что-то большее. Ну, черт с ним. Такова игра. Нужно избавляться от жалости к лохам. Я думаю так. Если у парня не хватает ума держать свои бабки, он недостоин того, чтобы иметь их. Здорово. Ладно, пошли. Мне надо в туалет. Когда ты вернулся в Лос-Анджелес? Несколько дней назад. Скарн тебя достает? Не напоминай. Я уже имел дружескую беседу с этим легавым. Да? Да. Но ничего, со Скарном я разберусь. Это стоит денег, как всегда. А почему тебя это волнует? И к тому же я не собираюсь оставаться здесь так долго, чтобы снова общаться с ним. Скарн. Вот сукин сын, которому я охотно преподал бы урок. В нашей жизни нет ничего более постоянного, чем бегать не от полиции. Еще стаканчик? Ребята, что вы такие кислые? Что слышно в Чикаго? Все, намази. Давайте уже, не томите. Что насчет этой игры? Он согласен? Да. Согласен. Черт возьми. О ком вы говорите? О Денис Стивенсе. Вот о ком. Мистер Стивенс, рад снова вас видеть. Спасибо. Чемоданы в багажнике. Дэдди Стивенс? Собственной персоной. Да он же легенда. Был моложе меня, когда начал играть по-крупному. Не просто по-крупному. Он играл с гангстерами, киллерами, мафиозниками. Не ради денег, только ради острых ощущений. Да уж. Как раз он играл в Филадельфии, сидел за карточным столом с мафиозниками, вел игру, как вдруг... Никому не двигаться. На салон совершили налет. Все подняли руки. Все, кроме Стивенса. Так вышло, что он как раз собирался передернуть карту. Ах ты, чертов ублюдок. Началась пальба, сплошная мясорубка. Постреляли всех, кроме Стивенса и еще одного ловкача. Стивенс и этот ловкач наставили друг на друга пушкой. У них было три варианта. Первый — стрелять. Второй — уйти и оставить деньги. И третий, последний вариант — тянуть жеребий, вытянувший старшую карту, забирал все. Вот такая получилась история. Кто не рискует? Тот не выигрывает. Он унес 50 тысяч и не получил ни царапины. Может быть, это просто миф. Может быть, Стивенс все это выдумал. Но история впечатляет. Да. Сейчас люди готовы выложить круглую сумму только за то, чтобы говорить, что сидели с ним за одним столом. Черт возьми. Рад тебя видеть, Стив. Я тоже рада. Давно не виделись, да? Да, давненько. Хорошо выглядишь. Ты тоже неплохо. Симпатичный ресторанчик. Да, старался. Видела бы ты, как он был до меня. Я только что приехал, у меня игра. Подумал, что... Есть хочешь? До обморока. Тот, кто прокатит декана, станет деканом сам. Его никогда не обыгрывали. Пока еще. Не зарывайся, я не хочу повторения Атлантик-Сити. Я тоже. Так ты видел Стивенса в игре, да? Да, видел. А Маха Небраска, 24 мая 1986 года. Я этого не забуду. Я видел, как он обыграл мафиозника, который хотел его кинуть, и сделал это так, что можно было сдохнуть от восхищения. Хватит меня запугивать. Я не запугиваю. Я пытаюсь подготовить тебя. Это не какой-нибудь лох, который сидит напротив и сам просит, забери мои деньги. Этот парень может порвать тебя на куски, не успеешь и пикнуть. Ты счастлива? Да. Временами, сам знаешь, жизнь есть жизнь. Похоже, у тебя все складывается неплохо. Обычно трудно даже представить, что происходит с человеком, когда долго не видишься. Но я рад за тебя. Спасибо. Семья, дети? Нет. Хотя предложений достаточно. Не сомневаюсь. А с таким как бы трудно жить. Когда судьба всех сбережений зависит от расклада карт, выплачивать кредит за дом проблематично. В последнее время я думаю, что выплачивать кредит за дом не так уж и плохо. Есть одна проблема. Нам нужно 250 тысяч, чтобы вступить в игру. Нехилые бабки. По моим подсчетам, за столом будет 6-7 игроков, так что куш будет как минимум 2 миллиона. Я могу внести 100 тысяч. Сколько у тебя есть? Около 75. Ты серьезно думаешь, что сможешь обыграть Стивенса? Я не знаю, Ив. Смотри, как хорошо ты устроилась. Я начинаю задумываться. Ты думаешь, что сможешь изменить свою жизнь и измениться сам? Что сможешь зажить обычной жизнью и повторять это себе изо дня в день? И ты будешь жить честно, будешь вести обычную жизнь, и это нормально. Но самое коварное то, что в душе, ты останешься тем же человеком, что и всегда. Пожалуй. Самые ловкие руки не всегда выигрывают в игре. Не волнуйся. На этот раз я запасусь терпением. Буду ждать подходящего момента. И когда он сделает свой ход, я обставлю его в два счета. Я чувствую, что начал уставать. В каждой игре в каждом городе объявляется какой-нибудь парень, который мечтает обыграть саму легенду. И мне это нравится. Всем хотелось потягаться со мной. Последние пару лет я немного сдал. Обленился, потерял нюх, опустил планку. Может быть, пришло время оставить это и красиво уйти, пока какой-нибудь пацан не порвал меня на куски. Я могу присоединиться к тебе после закрытия. Мне будет приятно. Я всегда любила смотреть, как ты играешь. Ладно, я в деле. Но я тоже поеду на игру. Буду следить за своими вложениями. Я пойду позвоню, скажу, что мы будем играть. И знаете, что приятнее всего? Что мы снова вместе. Тежная команда, как в старые времена. Молодец, что вернулся, парень. Это здорово. Что здорово? Что ты вернулся? Я не вернулся. Я приехал ради игры. Как тебе работалось в одиночку? Есть свои преимущества. Вот как? Да. Не нужно бояться, что партнеры сунут нож в спину. Скажи Чарли, что мы встретимся завтра. Чарли, что мы встретимся завтра. Черт. Не подкрадывайся так ко мне. Что с тобой? Ничего. Слушай, автоответчик. Куда делся Вернон? Не знаю, ушел. Он гершистый, этот Вернон. Можешь не рассказывать. Теперь, когда он с нами, я хочу с тобой кое-что обсудить. Чарли, я с ног валюсь. Хочу спать. Послушай, я хочу, чтобы ты оказала мне услугу. Можешь зайти завтра, часа в два? Я хочу обсудить с тобой пару моментов. Наедине. Только ты и я. Конечно. Тогда до встречи. Спокойной ночи, Чарли. Что тебе нужно? Поговорить. Спасибо. Я хочу объяснить про Атлантик-Сити. Не вижу смысла. Как только закончим игру, я свалю отсюда, а вы с Чарли заживете, как жили. Все просто. Мы никак не живем. Мы просто партнеры. Скажи, это Чарли. Он с ума по тебе сходит. А я? Я сам виноват. Не нужно было в тебя влюбляться. Теперь чувствую себя последним лохом. И мне не нравится это чувство. Как ты можешь так говорить? Ты единственная, с кем я никогда не притворялась. Могла быть собой. Мне этого не хватает. Да. Мне тоже. И что мы будем делать с этим? Мы ничего не будем делать. Я не хочу ранить Чарли. Так как он ранил тебя? Я думал, ты бросила. Все мои дурные привычки в прошлом. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Садитесь Вы Чарли Миллер? Чарли Миллер Я знаю, о ком вы говорите. Клевый парень. Хорош с собой. Что-нибудь передать ему? Считаю, что вы ответили «да». Я проголодался. Но нужно следить за холестерином. Хотите, цезарь с курицей? У меня для вас важная информация, мистер Миллер, которая может вас очень заинтересовать. Вы не свидетели Иеговы. Если да, я этим не интересуюсь. Вы здорово влепли, мистер Миллер. И даже не подозреваете об этом. Неужели? Вы, ваше катало, обули вчера парня на 80 тысяч. Не беспокойтесь, меня не касается, как человек зарабатывает себе на жизнь. Этот говнюк виноват сам. Меня бы не волновало, если бы эти 80 тысяч, которые он спустил, не были чужими. Это деньги его работодателя. А его работодателя зовут мистер Малиньи. Вам знакомо это имя, мистер Миллер? Малиньи? Да, имя знакомое. Возможно, теперь вы понимаете ситуацию, в которой вы оказались. Я не такой дурак, чтобы играть на мафиозные деньги. Намеренно, конечно, нет. Где деньги, мистер Миллер? Они еще при вас? Нет, мы все поделили. А сколько у вас есть? Немного. У меня были расходы. Какая жалость. Да, я тоже могу только посочувствовать. А ваши каталы? Вернон? Вернон? Он был нанят на одну игру, уже уехал. Слушайте, эти 80 тысяч можно запросто вернуть. Скажите, мистер Малиньи, что эту сумму можно считать выданным нам кредитом. Я заплачу хороший процент в размере 20 тысяч. Через пару дней у меня как раз будет сотня. Вы уже нашли очередного лоха? Да, не без этого. Я обязательно передам это. Да не забудьте. И еще. Я слушаю. Бросайте курить. Сокращает жизнь. Забавно, что вы говорите об этом, потому что я как раз... Чарли? Бернон, беги. Уходим, Чарли. Чарли. Что за дерьмо? Кто эти парни? Мафия. Рамила Малиньи. Малиньи? Похоже, Дженнинг сработал на Малиньи, просадил нам его деньги. Вот черт. Ты должна была его пощупать. Я знала, что он в криминале, но не думала, что в таком. Черт, черт, черт. Ладно, спокойно. Криньи. Ты вовремя, Тиффани. Спасла нас. Нам нужно только продумать, как действовать дальше. Пора сматываться из этого города. После игры. Что? После игры. Ты что, спятил? У Малиньи связи по всему Лос-Анджелесу, Вернон. Мы не для того наклебали столько дерьма, чтобы отказываться от игры. Я буду играть. Хочешь свалить скатертью дорога? Заткнись. Малиньи не сможет найти нас так быстро. Нам нужно только лечь на время на дно. Где? Я знаю место. Там никто не станет искать. Волшебный замок. Отель Рузвельт. Сезам, откройся. Шутер? Ничего себе. Волшебный замок. Здесь Малиньи не найдет нас никогда в жизни. Здесь здорово. Я проводил тут много времени до знакомства с Чарли. То есть до того, как я спас тебя? Все нормально? Да. В меня стреляли, а так все отлично. Нет, я в смысле между тобой и мной. Все нормально. Да, нормально. Слушай, после игры я поговорю с Чарли, и мы все уладим. Нет, не сегодня, Стивенс. Забудь это. За удачу. Боже. Глазам не верю. Что? Глянь. Какого черта он приперся сюда? Кто? Профессор. Нет, нет, положи карты. Просто положи, и все. Я советую тебе найти новые хобби. Собирай марки. Что скажете об этом? Что ты скажешь, Вернон? Слишком открыто. Здесь это нормально, но за карточным столом не пройдет. Нужен отвлекающий жест. Советую одной рукой передергивать, а другой делать ставку. Ребята, с удовольствием представляю вам супер-картежника. Знакомьтесь, Вернон. Профессор, это Тиффани. Если бы я знал, что Шулерам достаются такие красотки, я бы не занимался фокусами. Благодарю вас. Вы помните Миллера? Миллер. До сих пор выигрываешь у старых тетушек пенсионные чеки, а вы все таскаете кроликов из шляп, профессор. Господа, развлекайте девушку, пока Вернон угостит меня выпивкой. Давно не виделись. Несколько лет. Что тебя сюда привело? Сегодня в отеле Рузвельт большая игра. Собираетесь подзаработать? Стивенс играет. Замахнулись на большой куш. Осторожно, он крутой. Мы тоже. В смысле он? Нет, в смысле мы. Кто превратил вашего фокусника в человека, способного зарабатывать деньги? И у вас не болит за это душа? Чарли, оставь нас на пару минут, ладно? Да, хочется поговорить без новых наставников. Поглядывай на часы. Чего приперся, Скар? Шлюхи на панели кончились, ловить некого. Да, последний я поймал твою маму. Конечно, она уже вышла под залог. Кто этот парень? Пока не установили. Думаем, что он связан с группировкой Малиньи. Свидетели? Официантка была на кухне, ничего не видела. Прохожие на улице видели какую-то троицу, которая рванула отсюда сразу после перестрелки. Два парня и девчонка. Два парня и девушка. Шулерская жизнь и подарок. Многие заканчивают очень плохо, я видел не раз. Знаю, ты говорил. Я не в упрек профессии. Я был дружен с лучшими фокусниками и кортежниками 20 века. Мне горько видеть, что ты покатился под гору, тем более с Миллером. Он не так уж и плох. Он грязный шулер, который вцепился в тебя, потому что увидел в тебе талант, которого у него нет. Что ты от меня хочешь? Чтобы я зарабатывал по штуке в неделю, показывая туристам фокусы? Я делаю это за вечер. Когда-то нужно делать выбор. Искусство или деньги? Я помню, как мы с тобой не спали ночами, оттачивая одно единственное движение. Да. Мне этого не хватает. А я ведь так и не освоил смещение нижней карты одним пальцем. Значит, нужно поработать. Ты знаешь, где меня найти? Гостиница «Ледженд», да? Задай себе вопрос, неужели ты хочешь заниматься этим до конца жизни? Запомни, есть вещи важнее денег. Отель «Рузвельт». Отель «Рузвельт». Мне нужен мистер Хемингуэй. Комната 808. Спасибо. Слушаю. У них карта «Би» в красной рубашке. Молодец, Джей Джей. Как себя чувствуешь? Нормально, спокоен. Помни, чему я учил. Играй с игроком, а не с картами. Не спеши. Имей терпение. Это необходимо. Хватит, Чарли, я из-за тебя нервничаю. Нервничать полезно. Бударежит кровь. Отлично. Готов играть? За делом. Что вам угодно? Мне нужен мистер Хемингуэй. Проходите. Должен быть вы, мистер Холден. Верно. Здравствуйте. Это Миллер. Добрый день. Это Тиффани. Очень рад, мэм. Спасибо. Я Тони Ди. Техасец из Остина. Это славный малый мистер Тронхилл. Привет. Зовите меня, Джек. Привет, Джек. Позвольте представить вам хозяина сегодняшнего вечера. Это мистер Маллини. Рад видеть вас среди нас, мистер Холден. Рад, что вы меня пригласили. Это мои друзья. Они приносят мне удачу. Вы не против, если они понаблюдают за игрой? Вовсе нет. Надеюсь, сегодняшний вечер доставит нам всем удовольствие. А теперь позвольте познакомить вас с другими игроками. Ты знал, что здесь будет Маллини? Нет, не знал. Круто. Ихо. Это мистер Стивенс, мистер Стивенс, мистер Холден. Рад встрече. Я тоже. А ты не шулер, парень? Это Тиффани. Тиффани, дорогая Марка. Это Миллер. Чарли Миллер. Декан, хорошая память. Ты играешь, Чарли? Я нет, ставлю деньги. Ну, ну, как на скачках? Вроде того, да. А ты, наверное, крутой парень, если он рискует на тебя ставить. Чарли очень осторожен. Я слышал, ты из Цинциннатия. Да, из тех мест. Тогда ты должен знать леди Джонсон. Встречался, но близко не знаком. Плохо с ее мужем вышло, да? Я даже не знал, что она замужем. Ну да. Что скажешь, Макс? Пора начинать игру. Разумеется, джентльмены. Ставлю. Ставлю. Я пас. Ставлю тысячу. Отвечаю. Двадцать сверху. Я выхожу. Сто тысяч. Я пас. Ставлю все. Отвечаю. Три десятки. Красиво. Копей с ней. А у меня симфония. Старший туз. Сукин сын. Моя шляпа-талисман подвела меня, джентльмены. Я прощаюсь. Я тоже покину вас, господа. Хорошо играешь, парень. Итак, джентльмены. Я кладу еще пять сверху. Боже мой, у меня дрожат колени. Попробую набраться смелости и ответить на эту громадную ставку. Попробую. Стивенс решил раздавить Тониди. А что, если мы поднимем до пятидесяти тысяч? Пятидесяти тысяч. На сорок пять. Больше. Что ты думаешь, Тони? Что ты думаешь, Тони? Боюсь, у меня при себе... Только нет, к сожалению. Тони, все не так сложно. Сколько у тебя сложно, Тони? Тони, Энтони из Остена, в этом маленьком саквояжи, который ты притащил сюда. Ну, посмотрим. Там только двадцать пять тысяч. Я могу быть сволочью, но ты плохо обо мне подумаешь, если я просто задавлю тебя ставкой. Ты специально летел к нам, и ты славный парень. Я приму твою ставку и уступлю двадцать пять тысяч ради тебя. Я очень сожалею. Нет. Что у вас там? Спокойно. Так себя не ведут, Тони. Похоже, мой вечер закончился для меня самым неприятным образом. Брось, Тони. Благодарю за игру. Большое спасибо. Джентльмены? Мэм. Счастливо, Тони. Итак, нас трое. Счастливое число. Сделаем перерыв. Что такое? Устали? Просто отвлекся. Кливленд. Цинцинэнти. Прости. Тот же штат. Вернемся через двадцать минут, джентльмены. Рад, что ты пришла. Я всегда любила смотреть, как ты играешь. Это приятно. Как игра? Игра напряженная. Этого парня ничем не прошибешь. Очень сильный игрок. Так же силен, как ты. Чарли, на лей мне выпить. Ну как ты, нормально? Да, порядок. Налить тебе выпить? Да, я бы выпил. Сосредоточься на игре, понял? Это необходимо. Я понял. Посчитай, фишки на столе. Как он? Сильно играет. Я ставил против него два раза, а он не повелся. И что ты думаешь? Он пасовал. Пасовал с неплохим раскладом. Словно видел насквозь мои карты. Может, это так? Крапленку? Декан не стал бы крапить карты в такой игре. Карты крапят дешевые шулера и каталы. В серьезной компании до этого не опускаются. Может быть, он не считает тебя серьезной компанией? Знаешь что? Давай посмотрим. Пошли со мной. Ни засечек, ни отметин, никаких отметок. На рубашках ничего нет, они чистые. Сукин сын. Стерео. Падонок взял стереоколоду. Стерео? Эту метку на карте можно видеть, расфокусировав взгляд. Попробуй. Боже мой. И что теперь? Теперь? Что делать? Что делать? Я думаю, теперь Декан проиграет. Пожалуй, я закончу, пока не спустим все. Остались только мы из Цинциннатии. Какая романтика. Король пик. Четыре тысячи. Я люблю круглые цифры. Поднимаю до десяти. Согласен. Повышаю ставку. Двадцать. Пятьдесят. Это мне нравится. Ты еще не остыл? Как насчет сотни тысяч? Сотни тысяч. Двести. Игрок-любитель. Если не ошибаюсь, дамы бьют валетов. Если не ошибаешься. Давай проверим. Триста тысяч. Неплохой куш у нас на столе. Да уж. Пятьсот тысяч. Я отвечу. Я отвечу. Мне не хватает пятидесяти тысяч. Неужели? Кто не рискует, не выигрывает? Вот тридцать тысяч. И еще двадцать. Хорошо иметь друзей. Еще бы. Ставлю все. Мне нужен мистер Хемингуэй. Я не знаю никакого Хемингуэя. Простите. Слушай меня, сукин сын. Я буду сжимать тебе яйца, пока не наложишь в брюки. Где? Где идет игра? Ну, показывай, что у тебя в рукаве, парень. Это они. Что это? Это Вернон и Миллер. Это они, були Дженникса на 80 штук. Я вас не знаю. Ты Вернон? Ты Вернон из Канзас-Сити? Что? Много о тебе слышал. Не спеши. Двинешься, и твой босс отправится на тот свет. Осторожнее, милочка. Слышал, что ты искал меня. Ну. Что ж ты меня нашел? Да. Малинни, скажи ему брать пушки. Полегче, детка. Убирай свою странную пушку. Малинни прикажу ему брать. Бросайте быстро. Что ты делаешь? Чарли, заткнись. Мистер Малинни, разрешите я вышибу ей мозги? Пошел ты. Убери, стопал. Еще один друг. Что? Ты кто такой? А ты кто такой? У нас решается игра, Макс. Можно строить разборку потом. Похоже, ты и твои друзья влипли по уши в дерьмо, и я могу забрать весь куш долларов за 10. Не найдись. Но учитывая обстоятельства, я доиграю честно. Покажи свои карты. Давай, Вернон. Да. Три валета. Отлично сыграл, парень. Удивлен? Пожалуй. Я всегда знал, что когда-нибудь этот день наступит. Но не сегодня. Три дамы. Нет, нет, это невозможно. Возможно, все. Не повезло, парень. Проклятие. Что ты сделал? Что ты сделал? Ты молодец, Павел. Правда. Ты очень хороший игрок. Но пока рядом я, ты всегда будешь вторым номером. Господи боже. Что ты сделал? Убери от меня эту штуку. Действует на нервы. Мне тоже действует. Не подходящее место для пальбы. Убери. Дженнингс был идиотом по-любому. Дженнингс был идиотом по-любому. Но я настоятельно советую вам троим убираться отсюда, потому что, если я увижу вас еще раз, больше вас не увидит никто. Вернант, по поводу моей доли. Забудь о ней. Просто забудь. Отлично играл, Декан. Забирай свой выигрыш. Спасибо. Я сообщу тебе, когда будет следующая игра, Декан. Конечно, Макс, но я решил пока завязать. Ив? До свидания. Не рой другому яму. Я мухлевал с картами, когда ты под стол пешком ходил. Декан. Возможно, это не мое дело, но Дженнингс не понял, что его кинули. Кто-то на него он настучал. Прощупайте парня по имени Дженнингс. Он спустил ваши деньги. Вот как? И еще, если хотите получить их обратно, поговорите с человеком по имени Чарли Миллер. Возьмите. Свяжитесь с нами, если потребуются наши услуги. У тебя есть сигарета? Спасибо. Два миллиона долларов. Поверить не могу. Два миллиона долларов были у тебя в руках. Да. Он переиграл меня. Переиграл. Чарли, я все отыграю в другой раз. Другого раза не будет. Неужели не ясно? Все кончено. Я тебя списываю. Вот так, да? Вот так. Идем, милый, оставь его. Как это знакомо. И я тебя списываю. Вот так. И я тебя, девочка. Дорогой, подожди. Чарли, постой. Простите, у нас здесь нельзя курить. Ну, ладно, курите. Дурацкое правило. Спасибо. Чистая работа, парень. Да, не считая малинь. Всегда бывают непредвиденные сложности. Мастерство как раз в том, чтобы справляться с ними. Хорошая была идея привлечь Скарна. Молодец, Джон. Старался. Спасибо, что появился. Я всегда терпеть не мог Миллера и эту сучку. Гады. Ну, ты узнал, что хотел? К сожалению, да. Кто угодно может развести лоха. Для этого они и плодятся. Но чтобы развести профи, тертого калача, как твой партнер, это настоящая победа, особенно если они того заслуживают. Еще как заслуживают. Ну, а теперь что? Снова подашься в каталы? Нет. Пока не знаю, чем буду заниматься, но с картами на время завяжу. Хотя жалко. Почему? Никогда не играл по-честному. Это жалко. Интересно, что бы из этого вышло. Думаю, один из нас проиграл бы. Это точно. До встречи, Вернон. Эй, Вернон. До встречи, декан. До встречи, Вернон. До встречи, Вернон. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...